Дальше, Всевышний Аллах, 29 аяте, слава Всевышнего Аллаха, У uh,иеkalане кое-что, в том đang Евтия, слава Всевышний Аллах. Всевышний Аллах спонтально начинает говорить о новом положении, о новых положениях. И сказал у тех, кто уверовали, не пожирайте свое имущество между собой незаконно. Ученые говорят, имам Багу говорит, бель-харам, то есть недозвольным путем. Яни, допустим. Бель-риба, то есть путем лихвы. Валь-кимар, азартных игр, как мы сказали в наше время, как распространены эти конкурсы в инстаграмах. Подпишитесь на наш этот, и у вас будет право получить все это кемара. Об этом подробно говорили в ютубе в Ароклуфикум записи, об этом есть. Валь-газб, то есть путем разбоя. Уассариха, путем воровства. Валь-хияма, путем вероломства. То есть не пожирайте этими путями ваше имущество. Бакил-голь-укудуль-фасида. Другие ученые говорят, что это недействительные договора, то есть те договора, которые не соответствуют шарят. Итак, ученые сказали, не пожирайте ваше имущество между собой незаконно. То есть говорят, все, что противоречит шариату. То есть если тебе пришло имущество таким образом, как это неузаконно шариатом, это является харамом. И это страшный грех, как мы увидим дальше. Иль-ля антакуна тиджара исключением является, а не исключением, а только путем торговли. Потому что это называется как? Называется естественно муфаррах. То есть не является исключением из упомянутого, а это как новая тема. А путем торговли. То есть дозволено пользоваться имуществом другого путем торговли. То есть если только ваше имущество не будет предметом торговли. Другие прочитали тиджаратун, ай илля антака тиджаратун. Если только это не будет торговля. Антарады минкум. Какой торговли? По обоюдному вашему согласию. По обоюдному вашему согласию. Поэтому обоюдное согласие в торговле является одним из условий арканов чего? Торговли. Ай биты бати нафс кулли вахли минкум. То есть чтобы это было души со стороны двух сторон. То есть кто занимается торговля. Вакиль другие говорят. То что каждый считает. То есть дозволяет другому пользоваться тем, что он заплатил. То есть я покупаю тебе. Я тебе даю деньги, а ты даешь мне товар. И после того, как мы рассмотрим. Ты доволен тем, чтобы я пользовался товаром. Потому что ты получил деньги. А я доволен тем, что ты пользуешься моими деньгами. Которые я тебе отдал. Потому что я взамен получил что? Товар. А я извиняюсь. Нет, я чуть неправильно сказал. Ученые сказали. Антарады минкум. Это как называется? Тут речь идет о хияруль маджис. У нас барак луфикум есть такой вид. Называется хияр. Право выбора. Хияр барак луфикум бывает у нас право выбора. Пророк сказал, что продавец и покупатель имеют право отказаться от сделки, пока они не разойдутся. То есть мы сидим с тобой сейчас за столом в кафе, пьем кофе. И ты увидел мой телефон, говоришь. О, Машала, что за телефон? Продай мне его. Все, хорошо, я согласен. Ты достаешь деньги за такую-такую сумму. И ты мне отдаешь деньги и берешь мой телефон. Хорошо? Мы попили кофе, решили перекусить. Позвали официанта, заказали салаты, не салаты, мясо, не мясо и так далее и тому подобное. Сидели полчаса примерно. Мы сидим, продолжаем сидеть. И я сижу, не брать, что ты передумал. Забери свои деньги. Отдай мой телефон. И тут ты говоришь, нет, я не согласен. У тебя нет права сказать, я не согласен. Почему? Потому что мы продолжаем находиться в одном маджесе. Поэтому, если ты боишься, что я передумаю, после того, как ты взял мой телефон, скажи, что мне в туалет надо сходить. Вот ты сходил в туалет и вернулся, и я пойду руки помою. Все, маджес у нас закончился. И этот маджес, когда ты вернулся, уже новый маджес. Если после этого, брат, я передумал, скажи, брат, мы же с тобой разошлись, я же вышел уже в другую комнату. Понятно. Поэтому Абдуллай, ну, Радалан, когда что-то покупал, ему очень нравилось. Это еще он быстро уходил и потом возвращался в это место. Радалан. Другой бараклофик, вид хаяра есть, называется хаяру шарт. Что такое хаяру шарт? Хаяру шарт бараклофикум, то есть право выбора при условии. Когда я, допустим, беру у тебя телефон, покупай. Говорю, брат, я пару дней попользуюсь. Если мне понравится, ставлюсь, нет, ты мне деньги вернешь. Согласен. Вот если мы с тобой догадались, и через течение двух дней я говорю, брат, возьми свой телефон, отдай мне деньги, то ты обязан мне отдать. Третий бараклофикум называется хаяру айп. Что такое хаяру айп? Это вообще известное такое понятие, когда я беру товар, а он бракованный. Я взял у тебя товар, и он бракованный. Пришел, например, домой, увидел бракованный. Возвращай его тебе, и ты не имеешь право, говорит, брат, мы же мальчики разошлись. Нет, ты обязан мне вернуть деньги. Почему? Потому что в нем есть брак. И третий называется, четвертый вид называется хаяру тадлис. Что такое хаяру тадлис? Когда, допустим, я продаю какую-то вещь. Например, я взял телефон, а он, допустим, использованный, бэушный, утопленный. Иду, покупаю верхнюю часть этого телефона, одеваю, и как новый тебе его продаю. А ты, когда приходишь, думаешь, что он же не работает. Идешь в мастер, он говорит, так ты говоришь, он бэушный, его просто сверху так сделали и так далее. Ты обязан мне вернуть деньги, бараклофикум, если я не хочу его у себя оставлять. Вот это четыре вида хаяра. И вот тут он говорит, то есть, когда продавец и покупатель, мы сидим в мастерсе, пьем кофе, как мы договорились, я даю тебе телефон, ты даешь мне деньги. Ты, когда даешь мне деньги, говоришь, я никуда уходить не буду, в мастерсе сидеть буду, но все, у тебя права на хаяр нет. Согласен, я говорю, согласен, принесите нам салат, и мы сидим, кушаем и так далее. Потом я говорю, нет, все-таки вернее, ну ты же согласился. Понятно, да? Поэтому говорит, фаяль заму илля фалявум аль хаяр. То его обязывает эта сделка, то есть, обязывает на собой. А в противном случае, хаяр, мали мне тафорока, пока мы не дойдемся в мастерсе. Понятно, да? Это очень важная вещь, о которой много мусульман не знают. Дальше Аллах говорит, и не убивайте самих себя, или же по-другому этот аят переводится, не убивайте друг друга. То есть, аят подразумевает под собой два смысла, не убивайте друг друга, или не убивайте самих себя. То есть, не губите себя, или не губите друг друга. В этом аяте указали на то, что Аллах, братья, более милости в человеку, чем он сам к себе. Мы с вами уже приводили аяты-доводы, где говорит Всевышний Аллах, иусы кум лауф яулядикум. Всевышний Аллах завещает вам, как поступать вам с вашими детьми. И сказали, что в этом указание, вараку лауфикум, на том, что Всевышний Аллах более милостив к нам, к нашим детям, нежели мы сами. Так или не так? То есть, как мы говорили, пример, вараку лауфикум в наше время приходит какой-то человек, у него сын, два сына. Один такой плохой сын, а второй такой хороший. И он говорит, вот, Субханал, вот вообще не хочу ничего плохому сыну оставлять. Это не твое право, это не тебе решать. Это не тебе решать. Аллах уже решил. Почему? Ваши дети, ваши сыновья, вы не знаете, кто из них больше вам пользу принесет. Ведь может быть так. А помимо этих двух сыновей, там, допустим, еще есть сестренки. Ведь может быть так, что когда ты умрешь, тот, который был суперхороший, стал конченным человеком. А тот, который был очень плохой, исправился. И начал заботиться о других твоих детях. И мало этого, дуа постоянно за тебя делал, всю жизнь пока жил. И так далее. Понятно, правильно же? А тот даже забыл, что ты вообще взял твои деньги. И дух его простыл. Не убивайте сами себя. Пожирая имущество друг друга не по праву. То есть тот человек, который пожелает имущество другого не по праву, он губит сам себя. То есть речь идет, когда мусульманин сам себя убивает. А мы знаем, что убивать самого себя является страшным смертным грехом. И то, что в наше время называется амалиятости шадея, как бы шахидские операции, когда человек одевает на себя пояс и идет себя, взрывает внутри врагов. Это человек самоубийца. И право сказал, что тот, кто заколол себя ножом, воскреснет судно день и будет колоть себя ножом. Тот, кто бросился с горы, воскреснет судно день и будет бросаться с горы. Значит, тот, кто взорвал себя внутри врага, воскреснет судно день и будет взрывать себе и взрывать. Вот такое его будет наказание. Вот такое его будет наказание Барак Лофика. И не обращайте внимания на слова некоторых непонятных людей, которые говорят, это дозвольно и так далее. Если дозвольно, сделай это сам. Вот одень на себя и взорви. Как говорится, орех на миг, дай нам отдохнуть от тебя и от твоих заблуждений. Иди сам себя взорви. Потому что те, кто говорят, никто из них сам себя так не взорвал. Никто из них так себя не взорвал. Как вот во времена Агилы, дальше некоторые люди в Саудии, в других странах, а давайте в Сирию, в Сирию. А у самих дети в Англии, в Британии, где-то учатся, в Европе и так далее. Никто из них не пошел туда, и никто своих детей туда не отправил. И погубили сотни и тысячи молодых душ. Пусть Аллах поступит с этими людьми, с теми, кто дает фатву, взорвать сам себя так, как они этого достойны. Каля Хасан сказал, Хасан сказал, Не убивайте сами себя, или не убивайте друг друга, я не хванакум, не убивайте ваших братьев. Пусть одни из вас не убивают других. Поистине Аллах милостив к вам. Дальше Аллах говорит, и тот, кто поступит подобным образом, Айма Саба Кавикру Минальму Харамат, то есть будет пожирать имущество другого человека не по праву, или будет убивать сам себя, или убивать братьев. Удванова зульма, если он это сделает, приступив к границе дозвольного по несправедливости своей, То есть удван, это переходить границу. Ставить вещь не в свое место, то есть и в справедливости. Поистине мы введем его, введем его на том свете, в огонь. В котором он будет зажарен. И для Аллаха это является легким. Поэтому, братья, это страшный аят. Всевышний Аллах сказал, тот, кто делает это, ведет его в ад. Поэтому, ни в коем случае не связывайся с риба. Не пожирай имущество людей через лихву. Не пожирай имущество людей через азарт. Не пожирай имущество людей через грабеж, воровство, вероломство и тому подобное. Не убивайте друг друга. И не убивайте сами себя. Братья, вы заметили, что Кур'ан не то, что тасир на каждый аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой или несет под собой огромное количество знаний. Поэтому Аллах, если Всевышний Аллах спонталь проявил тебе милость, и ты изучаешь там все книги Всевышнего Аллах спонталь, и знаешь, что это из милости Всевышнего Господа спонталь, из дозволения Аллах спонталь, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. если ты варакал Фекум в Исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышечного ла Сфантальта, то есть их толкование, то есть вероятность, что дое сердце просто-напросто запечатано, Всевышечного фекума, Халопале это Дабару на Куран, Амалия Кулубина, Палю, неужели они не задумываются, не размышляют над Кураном? Лишь же на их сердцах замки, то есть замки имеется в виду, их сердца запечатаны, поэтому варакал Фекуме, если ты не хочешь печать, что в дое сердце было запечатано, А запечатанное сердце никакой блага не заходит, братья. Барак Луфикум обязательно изучает книгу Всевышнего Ла Супанала. Всевышнего Господа Супанала Тали. Если человек сказал Всевышний Аллах Афаля это добару на Куран. Почему они не задумываются над Кураном?